Конкурс названия лучшего электрогазосварщика проходит в два этапа. Участников проверяют теоретические знания, спрашивая по билетам вопросы из различных областей, необходимых для качественной работы. Продемонстрировать же свои умения можно на практической части конкурса. Задача – состыковать две части трубы и заварить её. Сложность в том, что поворачивать изделия по кругу нельзя. В ежедневных задачах специалисты чаще всего сталкиваются именно со статичными объектами работы. А потому и здесь должны показать своё мастерство в схожих условиях. Задача участников – стыкануть трубу и заварить её под углом 45 градусов, что раскрывает полностью сварщика, как профессионала. Шов получается во всех пространственных положениях, от потолка, потолок, вертикал, горизонт. И по качеству шва будет уже видно победителя. Оцениваются работы в два этапа. Сначала по визуальным показателям, а затем дефектоскопистам на внутренние несовершенства. Работа в каком-то смысле ювелирная. Зачастую любое отклонение от нормы может привести к аварии и залопнувшей трубы. С подобными задачами мастера сталкиваются ежедневно, рассказывает Дмитрий Мацкевич. На предприятии «Севтеплоэнерго» он трудится уже второй год. Но вообще профессии посвятил 8 лет жизни. Хотя в подобном конкурсе принимал участие впервые, сразу удалось стать победителем. Это надо делать, я считаю, повышать свое мастерство, соревноваться с более опытными ребятами, с разных предприятий. И обмен опыта, самое главное, обмен опыта. Вместе с Дмитрием за звание лучшего сварщика «Севастополя» боролись работники государственных предприятий «Водоканал», «Севастопольэнерго» и 13-го судоремонтного завода. Все молодые ребята, у которых впереди еще годы плодотворного профессионального пути. Моя задача – это популяризация профессии работников, жилищно-коммунального хозяйства, и не только жилищно-коммунального, но в частности у нас, и привлечение молодежи. И, естественно, определить лучших в своей профессии и подчеркивать их на уровне города – это всегда очень приятно. Профессиональное признание, безусловно, приятно, но призеры получат и ценные призы. Есть еще одно важное условие – победитель конкурса не может принимать в нем участие на протяжении трех лет. Так организаторы обеспечивают возможность попробовать свои силы молодым специалистам. София Траговоз, Дмитрий Лилека, Севанформбюро.